Дорогие зрители и подписчики, с вами астропсихолог и таролог Алена Пулина, также являюсь эзотериком. Сегодня будет прогноз для вас, дорогие мои раки, на май 2019 года по картам Таро. Это будет ваш личный прогноз. Давайте рассмотрим. У нас получилось с вами 9 карт, с первого по последний. Первая карта. Первая карта — это у нас 4 жезла. И 4 жезла — это очень хороший символ. Почему? Потому что это символизирует всегда замужество. Это предложение руки и сердца. Это вступление в брак для мужчин и для женщин. Что это может говорить? Это говорит всегда о какой-то побезе. То есть здесь, возможно, вы переедете в какой-то новый дом, вы строите, может быть, ремонт в квартире, наконец-таки закончится. Переезд новоселье, какая-то сильная такая радость. Возможно, эмигрирование в другую страну или переезд в другую страну. В любом случае, возможно, даже работа связана с этой самой эмиграцией. В любом случае, всегда какая-то победа, какое-то счастье, какая-то радость. Для кого-то, кто не находится в отношениях, это может символизировать знакомство с новым человеком, который, скорее всего, в будущем будет вашим партнером. Вторая карта. Вторая карта — это у нас королева Пентакли. Идет на перевернутом значении. Королева Пентакли всегда символизирует какую-то возможность, да, потому что, видите, она монетку держит тут в руках. Тут, скорее всего, будет такой момент, когда некая, может быть, какой-то печаль, касательно чего-то, да, то здесь у нас с 3-го по 5-6 мая будет какие-то некие переживания внутренние, возможно, касательно либо работы, либо касательно себя, что-то захочется в себе очень сильно изменить. Далее третья карта. Третья карта — это хороший знак, опять же, потому что рыцарь на... Рыцарь Пентакли, рыцарь на коне. Рыцарь Пентакли — это всегда символизирует очерёдную возможность. Если вы профукали, вот, возможно, какая-то бывшая возможность, какая-то была, да, то 7-го числа, 7-го, 8-го мая будет ещё очерёдная какая-то возможность для нового финансового заработка, чтобы скопить возможную финансовую подушку независимости здесь. То есть здесь всегда какая-то радость, какой-то успех, и, возможно, даже это может быть повышение, либо кто-то вам любви признается, и вы кого-то признаетесь любви. Может быть какая-то романтическая поездка, какие-то комплименты. Возможно, если вы не находитесь в отношениях, то, опять же, в начале вот этого вот месяца, до мая, у вас появляется, дорогие раки, какой-то человек, который очень сильно вам восхваляется, дает вам комплименты. И такой человек, конечно же, да, вы чувствуете с ним себя намного уверенней, и вам приятно общаться с этим человеком. Это может быть женщина, так и мужчина. Далее, четвёртая карта. У нас идёт 12-е мая. И 12-е мая — это у нас 5 Пентаклей в перевёртом виде. Пентакли всегда символизируют какие-то финансы, поэтому имейте в виду, раки, что у вас есть, скорее всего, может быть какая-то новая работа, либо вы себя как-то измените, да, то есть какая-то новая карьера, какой-то новый бизнес. Здесь будут всегда какие-то финансы, обязательно будут прибывать деньги. И 5 Пентаклей перевёртых значений символизируют полную противоположность бедности. Если бы карта была бы прямого значения, то, может быть, какие-то были проблемы с деньгами, может быть, пришлось бы немножко поэкономить. Но так как карта идёт в перевёртых значения, это всегда то, что вы двигаетесь вперёд, и здесь у вас очень хорошо идут дела в вашей работе, в вашем бизнесе, карьере. Может даже повышение быть. Итак, следующая карта — это у нас 5-я карта, и 5-я карта — это у нас 14-е, 15-е мая. И королева у нас жезлов, опять же. Королева жезлов идёт перевёртых значений. Это может символизировать некое сомнение, некое сомнение в ваших делах. Возможно, кто-то захочет вас принизить как-то или как-то понизить вашу самооценку, опять же. То есть здесь могут быть такие люди, которые будут вам завидовать, но вы просто… это как бы ваш выбор. Либо вы будете контактировать дальше, общаться с теми людьми, которыми у вас понижается самооценка, либо вы будете стараться таких людей избегать. Далее. Шестая карта, 17-е мая. 6 кубков. 4 кубка. 4 кубка идёт перевёртых значений. Ну, как вы видите, здесь у нас могут быть лицемерные какие-то друзья, товарищи, которые вас окружают. То есть, возможно, вы будете избегать какие-то круги общения, может быть, какой-то группы поддержки или какие-то компании, которых вы находитесь на данный момент. Вы будете стараться их избегать, потому что люди будете считать, что люди, которые окружают вас, они не дают вам полноценную поддержку, которую вы считаете, на которую вы надеетесь, которую вы хотите. Далее. Это у нас конец мая. Получается у нас 21-е число. 21-е число – Король мечей. Тоже идёт перевёртых в виде. Тоже могут быть некие сомнения. Будете стараться избегать таких людей, которые вам завидуют, которые лицемерят. Вы будете видеть их насквозь. И 24-е мая – это у нас любовники. В принципе, поскольку любовники идёт перевёртым в значении, это может символизировать некую разлуку, некую разлуку, какую-то временную разлуку с человеком, которого вы любите, может также символизировать какое-то некое желание духовности, духовного развития. То есть здесь вы можете стараться отвлекаться от чего-то материального. То есть здесь вы больше привержены к минимализму. Может быть, чищаете свой дом, да, от всяких ненужных вещей. И, в принципе, здесь избавляетесь от всего такого, то, что вам кажется максимализмом, да. И последняя карта, конец мая 2019 года для вас, дорогие раки, это у нас семь пентаклей. И семь пентаклей в перевёртом виде символизирует то, что здесь вы не будете дожидаться того, пока, допустим, инвестиции, если вы, например, инвестировали, опять же, да, там какие-то новые проекты или, возможно, покупали какие-то акции, да, где есть возможность то, что вырастут дивиденды, здесь вы не будете ждать, и, скорее всего, будете очень сильно импульсивными людьми на этот период, на данный срок. Здесь вы будете очень сильно импульсивно действовать. То есть сначала не подумав, а потом уже будете, то есть не подумав будете делать, потом уже будете думать, да, после того, как сделали. Поэтому мой совет вам здесь — быть менее импульсивными и быть более рациональными в ваших действиях и меньше тратить деньги на то, что вам нужно, на то, что вам, вернее, не нужно, и просто стараться поддерживать этого самого минимализма и очень рационально и прагматично действовать в каких-то целях, может быть, в вашей жизни, да, потому что если вы хотите чего-то добиться, да, то здесь нужно подождать. Если бы карта шла в таком виде, да, то есть это символизировало некое ожидание, подожди, и деньги придут. А здесь вы действуете напролёт, то есть здесь вы как бы немножко упрямы, да, я бы так сказала, немножко упрямы. Старайтесь быть менее упрямыми, и просто нужно подождать, нужно подождать, изучить какую-то информацию, вместо того, подумать хорошенько, вместо того, чтобы делать какие-то необдуманные действия. Это могут быть любые действия, любые действия, может, в начале новых отношений или высказывание своего, какое-то недовольство своему партнёру или партнёрше, то есть, может быть, начинание нового бизнеса, да, опять же, потому что есть такой момент, знаете, я смотрела видео одного парня, он рассказывал про свою прачечную, о том, что он купил прачечную в Таиланде за 250 тысяч ПАД, и получается, ему сказали, что очень хороший бизнес, прибыль будет идти и так далее, но в итоге оказалось, что никакой прибыли не было, и ничего, то, что человек потратил, он не окупил, да, он всё рассказал в своём видео, и я вам советую этого избегать, то есть, таких моментов, когда, если вы хотите начинать новое бизнес, и думаете, что вот, здорово, или я там уеду в Париж, там будет намного лучше, изучите изначально информацию, потому что всё на самом деле не так, как вам кажется, да, то есть, везде всегда будут какие-то свои минусы, и важно их отчитывать здесь, сейчас. На это всё, дорогие мои раки, я с вами прощаюсь, желаю вам всего наилучшего, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, обязательно нажмите на колокольчик, чтобы получать мои новые удавления, моих новых видео о психологии и картах Таро. На этом всё прощаюсь, всего хорошего, наилучшего, пока-пока, и до новых встреч.